Из Нидерландов с золотыми медалями. На мировом чемпионате по ирландским танцам кемеровчане завоевали две золотые и две бронзовые награды, опередив почти тысячу соперников со всех уголков земного шара. О внешнем блеске, упорстве и заветных мечтах юных танцоров расскажет Дарья Маслова. Этот танец формировался на протяжении трех веков, а популярным стал относительно недавно, после выхода шоу Riverdance в 1995 году. Множество элементов стали его своеобразными визитными карточками. Это и блеск страз, и буйство красок, и пышные девичьи юбки, кельтские узоры, традиционная ирландская музыка и, конечно же, высокие прыжки. Однако начинаются ирландские танцы именно с обуви. Она бывает двух типов – мягкая и жесткая. Все новички начинают с мягкой бесшумной обуви. Но узнаваемыми ирландские танцы сделали именно жесткие ботинки, издающие характерный стук. Постоянные тренировки и трудолюбие – вот что делает из обычных девчонок чемпионок мирового уровня. Недавно две из них вернулись из Маастрихта, где в финале мирового чемпионата сошлись больше тысячи танцоров. А один из основателей Кемеровской школы дважды поднялся на высшую ступень педестала, хотя признается, что без трудностей не обошлось. Сложности всегда – это в первую очередь сам по себе выезд, потому что это расстояние, это финансы, это время. И второй пункт, естественно, это подготовка сама. Мы готовились к мероприятию в течение, наверное, всей своей жизни танцевальной. И конкретно, конечно, последние два месяца – это очень большой объем работы, потому что на таких уровнях, на таком уровне мероприятий важна не просто чистота и, ну, станцованность танцев с начала до конца, важна конкретно физическая сила, активность очень сильно. В категории до 12 лет боролись 32 девочки со всего мира. Представительница России, кемеровчанка Милана Галеева, танцует всего два с половиной года, а в мировом чемпионате участвовала и вовсе впервые. Однако ничто не смогло помешать ей получить заветную бронзу мирового первенства. Я просто хочу для себя танцевать хорошо, красиво. Я хочу добиться высшего. Я хочу поступить в институт в Ирландии, там про танцы. И глядя на успехи юной танцовщицы, можно с уверенностью сказать, что она добьется своего. Ведь прошедшие соревнования проходили под эгидой Всемирной ассоциации ирландских танцев. И участников в каждой категории оценивали пять сертифицированных судей. Любой промах мог стоить заветного места на пьедестале. Здесь оценивались постановка ног, сила, высота прыжков и даже уверенность и контроль. Все эти навыки отрабатываются годами упорных тренировок. Так еще одна звездочка школы, правда пока еще сибирского уровня, Милана Кашина, занимается ирландскими танцами половину своей жизни. Я на мировой не ездила, я только ездила на чемпионаты Сибири. Два из них я выиграла. И на двух еще стала на втором месте. Я поняла, что надо больше стараться и больше прилагать усилия к этому. Чтобы примерно, ну не так, как наш тренер, но чтобы примерно вот к его уровню близиться. В региональных и международных соревнованиях кемеровчане не раз и не два занимали самые высокие места. А прошедший накануне финал чемпионата мира еще раз показал высочайший уровень мастерства танцоров из столицы Кузбасса. Дарья Маслова, Александр Вергезов. Видимости телекомпания ТВМОСТ.